Добрый день, мои любители халявы! Знаете, сейчас в ютубе вы можете найти просто огромное количество разных лайфхаков, которые совершенно бесполезны. Поэтому я решил исправить эту ситуацию и хочу сегодня с вами поделиться реально крутой штукой. Штукой, которая вам позволит, ну не то чтобы бесплатно путешествовать, совершенно бесплатно можете путешествовать только если вы шлюха на шоссе, но позволит вам экономить от 50 до 70% бюджета на путешествия. Я вам дам подробную инструкцию, как этим пользоваться, расскажу все от А до Я, а также в конце ролика дам еще пару дополнительных фишек, как вы еще можете больше сэкономить денег на путешествии. Так что давайте начнем. Некоторые из вас знают, что я последние три месяца провел в путешествии по Америке. Я проехал около 10 тысяч километров на машине вдоль всей Америки, от Майами до Лос-Анджелеса. Кстати, об этом будет отдельное видео, мои впечатления, так что подписывайся на канал, если хочешь посмотреть. Но что же мне позволило с минимальными затратами проехать такое большое количество километров? Это то, что я экономил на жилье. Скорее, я не платил за жилье. И это мне позволило сделать сервис такой, как каучсерфинг. Вот вы его видите на своем экране. Так, давайте пару слов об этом сервисе. Главная его идея заключается в том, что он собирает с себя людей, которые любят путешествовать, или которые любят помогать людям, которые путешествуют. Мотивации у таких людей, которые там зарегистрированы, совершенно разные. Некоторые просто готовы с вами встретиться, рассказать о городе совершенно бесплатно, показать вам какие-то классные места, что, кстати, тоже очень полезно, потому что если вы приезжаете в незнакомый город, и у вас недостаточно времени, там, пару дней, вы не обойдете его полностью, если вы не знаете город. Поэтому намного проще, если у вас есть какой-то помощник, который вам расскажет о полезных или неполезных местах в этом городе. Но в основном здесь есть люди, которые приглашают к себе людей, вот, в своем городе, остаться на несколько дней. Это может быть на день, на два, на неделю, на две недели. Мы так жили у человека и две недели в Лос-Анджелесе, поэтому вполне реально на две недели даже остаться. Я знаю, для русского человека звучит это довольно-таки как-то стрёмно и непонятно. Когда я рассказывал кому-то из своих знакомых про этот сервис, это было так, чё, бесплатно жить у кого-то? Да нет, это как наёба. Ну так вот, никакого обмана здесь нет, здесь всё довольно-таки просто. Всё построено на человеческом доверии, поэтому давайте я вам всё подробно сейчас расскажу. Вот вы видите начальный экран, вы можете зарегистрироваться здесь, зайти. Я захожу через Facebook, у меня уже есть аккаунт. Сейчас я вам быстренько его покажу. Первым делом, что вы должны сделать, это вы должны сделать свой профиль. Вот вы зашли, зарегистрировались, идёте сюда. Да, профиль это очень важно, потому что человек будет судить вас по профилю. Когда вы будете ему писать письмо, что я хочу остаться у вас на несколько дней, он зайдёт в ваш профиль и посмотрит вообще, чему вы увлекаетесь, какой вы человек, интересно будет с вами, неинтересно. Поэтому профиль опишите как можно подробнее, потому что это всё-таки незнакомый человек, который приглашает незнакомого человека к себе в гости. Он хочет знать о вас побольше. Поэтому если вы хотите повысить шансы, свои успешные шансы, заполните профиль лучше. В общем, заполняйте профиль. Это вы можете сделать здесь. Ну, как бы вот. Edit my profile. Здесь заполняйте всё. Там ваша мотивация, туда-сюда, какие языки знаете, бла-бла-бла. Вот здесь вот. Если вам нужен translate, переведите об этом. Если вы хотите путешествовать по России, вы можете заполнять и на русском языке, потому что в России тоже много таких людей, которые занимаются каучсерфингом. Так вот, мои интересы, всё такое. У меня на самом деле профиль дико ужасный. Вот это вот, типа, одна классная вещь, которую вы сделали. Родился. Не пишите так. Это отвратительно. И как бы нам дико повезло, что мы хотя бы кого-то находили. В основном нам помогало то, что мы пользовались YouTube-каналом. Мы давали ссылки на наши YouTube-каналы. И как бы люди видели. О, они снимают пранки, клёвые чуваки. Давайте, мы вас приглашаем. В общем, вы можете посмотреть, что вы заполняете профиль, сохраняете, всё отлично. Вы можете посмотреть, что, например, у меня есть шесть отзывов даже. По всей этой. Вот у этого чувака мы жили две недели. Это чувак с Discovery вообще, например. Этот чувак живёт в пентхаусе в центре Лос-Анджелеса. Короче, вот таких... А эти... Здесь чувак работает вообще в белом доме с Обамой. Да, то есть мы жили прямо в центре Вашингтона. Просто в шикарнейшей квартире. В общем, у этого чувака вообще свой дом мы тусовались. Короче, это к тому, что я говорю, что как мы... Какой мой был опыт. Мой опыт дико позитивный со всей этой штукой. Давайте так. Вы заполнили отзыв, добавили фотографии. То есть вы заполнили свой профиль, добавили фотографии. Дальше что вы переходите? Дальше всё очень просто. Вы переходите в поиск города. Например, я хочу поехать в Москву. Я пишу Moscow. Он ищет. И, и, и. Так. Ну, давай. Вот. Moscow, Russia. Как вы можете видеть, здесь написано доступно хостов 106 тысяч человек. 491. Но это вообще полностью. Как вы можете здесь видеть, здесь есть фильтр небольшой. Вы можете выбрать радиус, где вы хотите находиться, от центра города. Например, в радиусе 10 километров. Я учу людей. В радиусе 10 километров. Можете написать место, место какое-то, которое вы хотите, да. Также здесь есть вот такая функция. Принимаем гостей. Может быть, принимаем гостей. Просто хотим встретиться. Если вы ищете, у кого вы хотите остаться, вы ставите галочку на принимаю гостей и, может быть, принимаю гостей. Если человек ставит, может быть, принимает гостей, это не значит, что он не принимает. Вы можете все равно ему написать. В основном это ставят женщины, потому что женщинам немного стрёмнее к себе кого-то приглашать, и они более разборчивы, они более проверяют вас, поэтому у них всегда стоит как бы «может быть», но вы можете им все равно писать. Также здесь разные то, что вы хотите, там он подтвержденный аккаунт, неподтвержденный аккаунт. Кстати, да, вы можете подтвердить свой аккаунт, это вам даст еще больше шансов, но это стоит денег по ходу 20 евро. Но там подтверждается, что у вас ваши данные вносятся в базу, и люди это будут видеть, то есть что вы как бы реально серьезно к этому относитесь, вы поделились своими данными, что вы не какой-то там мошенник или что-то такое. Если что, вас легко можно будет найти, если вы что-то сделаете. И наоборот, если вы к кому-то едете. В общем, здесь вы можете поставить, кого вы ищете, мужчин или женщин, или других, я не знаю. Можете поставить всех, если вы женщина и вы ищете, по непонятным причинам девушкам намного проще, да, вы понимаете это. Ну и также намного как бы стрёмней, опасней якобы. Ну это предрассудки, но все равно. Вы можете поставить, что вы ищете женщин. Вот вы женщина, вы хотите найти себе женщину, у кого вы хотите остаться. Пожалуйста, ставите female, да, ну или всех, неважно. Женщинам намного проще. Я узнал об этом в сервисе от девушек из Майами, которые рассказывали о том, как они сейчас живут в пентхаусе и катаются каждый день на яхте. Я, конечно, не знаю, что они еще делают там, но живут в пентхаусе и катаются на яхте. Так, вот это важная вещь тоже, если вы ищете людей, вы ставите, например, последний раз он заходил неделю назад, потому что есть люди, которые заходили месяц назад, шесть месяцев назад, может быть год назад, создали аккаунты, забыли. Они все в этой базе данных есть. Поэтому ставите, что вот он заходил неделю назад. Когда он зашел на сайт, это не так важно, когда он зарегистрировался. Также можете здесь указать возраст, можете не хотите с молодыми или не хотите со старыми, неважно. Ну и немного жилья, но это не так важно. В общем, все настроили, ставите поиск. Сейчас он, конечно, убавит. Да, он показывает, что есть 2144 человека, возможных для приема гостей. Ну или может быть приема гостей. Здесь все идет по убывающей, то есть на первом месте самый лучший человек. То есть о его локации, отзывах, ответы, да, когда он в последний раз заходил. В общем, вот вы можете видеть, что этот человек подтвержден этой системой. Например, зайдем вот это вот, я не знаю, Алексей, да, вот зайдем в Алексея. Так, как вы будете искать? Все, вы заходите в его профиль, смотрите, как, что, что за чувак, нравится, он вам не нравится. 20 отзывов, то есть 20 отзывов кто-то оставил ему, да, то есть, значит, он принимает довольно-таки гостей. Здесь написано все, как он работает, то-то, сё. Потому что бывают люди принимают к себе гостей, но, например, если он говорит, что я работаю, и вы должны выходить со мной, вы можете это здесь посмотреть. Вы можете ему написать и спросить, вот так-то, так-то, я такой-то, такой-то ищу. Если вы пишете запрос, вот вы можете послать запрос, вы вставите дату, когда вы приезжаете, дату, когда вы хотите уезжать, сколько будет гостей, и пишите ему письмо. Лучше всего, перед тем, как писать письмо, ознакомиться с его профилем, почитать, что ему интересно, видите, здесь заполнено русским языком, да, почитать, что ему интересно, можно даже его в ВКонтакте найти. Какой он образ жизни, что он любит, да, потому что если он там любит классическую музыку, пишите, о, привет, я там такой-то, такой-то, пишите по имени, да, ему, я увидел там, я ищу сейчас жилье в Москву, там, на несколько дней, увидел там, ты любишь классическую музыку, поэтому решил тебе написать. Это больше даст вам вероятности остаться у этого человека, потому что он будет видеть, что вы поинтересовались им. Здесь люди хотят видеть, что вы интересуетесь не просто спамить и ищите халявное жилье, как делали это мы, но даже если вы спамите и делаете рассылку, будьте так добры, хотя бы вставляйте имя человека, то есть там, добрый день, Алексей, да, это займет чуть больше времени, но это даст вам больше результата. Но если у вас есть время, потому что у нас не было времени, когда мы путешествовали, если у вас есть время, лучше всего подробно ознакомиться с профилем, написать нормальное, хорошее письмо каждому человеку. Займет это немного времени, да, но позволит вам найти человека, который вам покажет город и даст вам жилье, может быть, даст и еду, угостит вам чем-то. Это реально круто, да, расскажет про город и вообще познакомитесь с новыми людьми. В общем, такая вот система. Насчет того, что может быть здесь какие-то маньяки или что-то такое, вы можете посмотреть отзывы. То есть если он уже принял 20 человек и у него есть адекватные отзывы, вы можете посмотреть его фотографии, его дом можете посмотреть. Также здесь есть такая функция, что любой человек, если считает, что эта личность подозрительна, может это отметить на сайте. То есть здесь максимально все сделано для того, чтобы не попадаться на каких-то мошенников. Я ни разу не слышал, я гуглил про какие-то случаи, я ни разу не нашел каких-то случаев неадекватных с этим каучсерфингом. В общем, такая вот фишка. Вы можете видеть, да, он принимает людей, вот он тусуется с людьми, да, то есть это реально круто, это реально круто и реально круто, что также это есть и в России, а не только за рубежом, да, то есть как люди к этому относятся. Это, мне кажется, это много стоит. Так, ну это то, что я хотел сказать по этому сайту. Дальше вы, я думаю, сами со всем разберетесь, это не так сложно. Еще пару фишек хотел бы добавить от себя, которые вы можете использовать для, ну, как бы, дешевого путешествия. Если вы не нашли какое-то жилье или вы не хотите пользоваться этим сервисом, вы можете воспользоваться поиском платного жилья, но чтобы это сделать как можно дешевле, есть такой сайт, который называется Airbnb, где люди сдают свои квартиры или комнаты на какой-то, ну, как бы, посуточный. Почему, как бы, такой сервис можно найти в любом городе, да, ну, вот мой друг путешествовал буквально недавно на месяц в Питер, и он сказал, что он нашел квартиру именно через этот сайт, ну, комнату, потому что даже через местные сайты в России цены были гораздо дороже, чем через этот сайт, поэтому через, через вот именно этот сайт будет намного дешевле найти какое-то жилье, чем через местные сайты в городе, куда вы собираетесь ехать. Например, опять же, здесь все, все, все намного, все очень просто. Пишите, куда вам надо, Moscow, Russia, пишите, когда вам надо, или что-то такое, короче, ищите, да, то есть вот он вам показывает всякие возможные варианты, разные комнаты, цену, ценовой диапазон ставите, хочу от, до 16 долларов, да, максимум за ночь. И в основном, ну, 16 долларов это будет хостел, да, то есть, ну, хостел будет хороший, такой в квартире, когда люди организовывают хостел. В общем, ищите, вот, вот есть по 9 долларов, 8 долларов, я не знаю, это нормальная или ненормальная цена для Москвы, но я считаю, что это хорошие, вот, хорошие цены. Если бы я ехал, я пользовался этим. Так, еще пару фишек, конечно, для россиян это немного сложно, но если вы вдруг решите путешествовать по Европе, именно по многим странам, потому что мы так уже делали, мы месяц путешествовали по Европе, и мы экономили на билете. Билет здесь, такая фишка есть, вот, вы можете видеть, как у меня написано, евробилет, европоезд, да. Фишка такая, что вы покупаете здесь билет, который действует на все поезда в течение нескольких дней, то есть, вы можете выбрать свой ценовой диапазон, выбрали на 10 дней, он работал в течение 20 дней, в течение 10 дней мы могли ездить на всех поездах сколько угодно времени совершенно бесплатно, ну, как бы между странами. Экономия здесь такая, что мы потратили где-то 300 евро на весь этот билет, но если мы бы хотели брать отдельно билеты, например, просто для примера, билет из Франции в Германию, то есть, из Германии во Францию стоил 150 евро, один билет, а у нас был 300 на все, поэтому это большая экономия. Также, если вы путешествуете на самолете, есть такой классный сайт, я думаю, о нем все знают, SkyScanner, да, который вам позволит найти дешевые билеты через пересадки, то есть, потому что не прямые рейсы, да, а он позволяет найти максимально дешевые билеты через пересадки. Также я бы советовал пользоваться им через инкогнито. Не всегда, но иногда он выдает другую цену через инкогнито, немного дешевле, я сам с этим сталкивался, было такое дело, да, было это один раз из всего, сколько я им пользовался, но такое было, поэтому вот есть такая. Также мне друг рассказал, есть такой сайт Каяк, тоже по поиску билетов, но его фишка в том, что он показывает еще больше возможных вариантов пересадок, то есть, SkyScanner показывает, ну, максимум, одну-две пересадки, этот сайт показывает вам еще больше пересадок, но вы можете еще больше экономить. Опять же, решайте сами, пересадки и меньше денег, или удобство, но вы тратите больше денег. В общем, это вот такие фишки, которые я вам рассказал, которые могли вам помочь. Единственное, что я еще могу рассказать, это если вы собираетесь в Америку, и собираетесь на машине проехать всю Америку, лучше всего запасайтесь бензина между городами, потому что бензин между городами стоит 2 доллара за галлон. В городе он может стоить 3 или 4 доллара. Вот это такая вот фишка, которую вы можете знать. На этом, наверное, все. Подписывайся на канал, поставь лайк, если хочешь поддержать такие видосы, что вот если ты хочешь, чтобы были именно настолько полезные видосы на Ютубе, поделись этим видео, потому что чем больше просмотров, тем мне приятней. Также напиши что-то хорошее мне в комментариях. Да. Ну, только не пиши о том, что я отползываю. Все. Пока.